Привет, с вами Сеня. Сегодняшняя тема сумки в роддом. Я покажу все, что я собрала для того, чтобы приехать в роддом не с пустыми руками. Значит, в своей женской консультации я взяла небольшую распечатку того, что мне нужно иметь с собой при поступлении в родильное отделение. В принципе, я не думаю, что особо разнятся списки у разных роддомов, но некоторые позиции, они одинаковые абсолютно точно для каждого роддома. Ну, поехали по списку. Значит, в любом роддоме первое, что нам нужно с собой взять, это пакет документов. Это паспорт, полис и снилс, обменная карта и ксерокопии паспорта, снилса, полиса. Эти документы я с собой таскаю постоянно, они всегда при мне. Далее в моей брошюрке предлагается взять такие вещи, как ванное полотенце, сорочку. Я такие вещи вообще дома не таскаю, пришлось купить вот специально. Пригодится в дальнейшем или нет, без понятия. Ну, допустим, пускай будет. Туалетная бумага, бутылка воды без газа 0,5, ну, может быть, две возьму. Воду я еще себе не купила, но, видимо, придется заскочить в ларек, когда поедем. Значит, и бальзам для гоп или гигиеническую помаду. Вот у меня такая Кималая Хирблс, мне она вот очень нравится, я прям в восторге от этого, от этой гигиенички возьму ее. Также в интернетах я много читала о том, что девушки советуют в каждую из сумок в роддом положить по несколько обычных полиэтиленовых пакетов. Говорят, пригождаются для всего. Ну, во-первых, при поступлении в родовое отделение свои вещи ты снимаешь, кладешь в пакет, отдаешь мужу. Я решила воспользоваться этим советом, вот-вот, положу несколько пакетов. Вещи для новорожденного. Предлагается взять одеяло с пододеяльником. Пододеяльника у меня нет, у меня вот такое плюшевое одеяльце, и не теплое, и не жаркое. Возьму его, обойдусь без пододеяльника как-нибудь. Пару беленок, которых у меня тоже еще нету, но, видимо, завтра-послезавтра уже прикуплю. Хотя, мне кажется, в каждом роддоме должны быть пеленки. Их, кажется, выдают везде, всюду, и в больших количествах. Что я точно возьму, это пару памперсов, самых маленьких мэрисов, и немножко миленькой-маленькой одежды. Тут спашонка, чепчик, ползунки и бодик. На самом деле, вот в моем представлении, ребенок рождается, на него надевают памперс, чепчик, и пеленают. Зачем одежда? Я не понимаю. Ну, раз в списках значится, значит, наверное, надо взять. Осталось положить в сумку резиновые тапочки, и сумка готова. Вторая сумка более объемная получилась. Я, конечно, стараюсь не жестить, и стараюсь не брать много чего лишнего, но все равно получается много вещей. Ну, начну, наверное, с тех, которые, скорее, пригодятся мне. Халат. Мне мама купила вот такой вот савдебовский классный халат. Осталось, как бы, знаете, вот его одеть, повязать косынку, одеть резиновые сапоги и идти доить корову. Бюстгалтер для кормления, послеродовый бандаж, вот такой вот новенький, чистенький у меня. Из упаковки я его вытащила, потому что много места занимает. Гинекологические прокладки. Тоже вытащила из огромной картонной упаковки. Оставила вот в таком пакете. Прокладки для груди. Я взяла вот четыре таких диска. В упаковке их там много, я взяла четыре. Я считаю, что если мне потребуется еще, я попрошу, и мне привезут. Так, как бы, вот с такой логикой я подхожу, собственно говоря, и ко всем остальным позициям. Бумажные полотенчики маленькие. Диздорант без запаха, без всего у меня клиниковский. Причем, кстати, он не в стике, а в ролике. Отвратительная вещь. Пуриуан. Бипантен. Ножнички. Говорят, что ножничками запрещают в роддоме пользоваться. Я возьму, на всякие пожарные контрабанды провезу. Зубная щетка, зубная паста. Детский шампунь от нашей мамы. Этим шампунем я буду мыть себя, свои волосы, чтобы не таскать с собой свои сыр. Опять же, пару обычных полиэтиленовых пакетов. Еще мне осталось докупить одноразовые трусы. Но я думаю, что куплю в аптеке при роддоме. Ну и что касается вещей для меня, в этом пакете это все. Дальше поехали вещи для ребенка. Их осталось совсем чуть-чуть. Я возьму с собой влажные салфетки от Мэрис. Двадцать памперсов. Десять от Мэрис. И десяток именно памперсов Ньюборн. Буду сравнивать, смотреть, какие больше понравятся. Беру разные, потому как неизвестно, как еще отреагирует кожа ребенка. Да и сравнить тоже неплохо. Опять же, положу в этот пакет несколько пеленок. Несколько теплых, несколько холодных. И такой вот небольшой ворох вещей. Ну, в принципе, это все, что мы купили. У нас больше-то ничего и нет. Тут опять же бодики, носочки, чепчик, ползуночки. Причем разных размеров, но всякие пожарные. Какие-то чуть побольше, какие-то чуть поменьше. Посмотрим. Я вообще планирую пеленать, поэтому... И я планирую, что будет жарко. И мне, честно говоря, заниматься тем, чтобы наряжать ребенка каждый час в новую одежку, ну, совершенно не прельщает. Вот, собственно говоря, и все. То есть список, он не такой большой. И пакет, в принципе, ну да, он объемный, но он легкий. И я считаю, что если что, мне что-то довезут. Что касается третьей сумки, то... Третью сумку я даже и не собираю, потому что вещей детских я взяла много. Если что, я одену на выписку ребятенка в то, что у меня уже есть в наличии. Что касается моей одежды, мне муж уже привезет в зависимости от того, что у нас будет за окном. Если у нас будет холодно и дождь, это будет один наряд. Если у нас будет жара, это будет совершенно другой наряд. Самое главное, насколько я слышала, нужно предупредить мужа, чтобы он не забыл обувь. Иначе я пойду, как лох в резиновых тапочках. На этом все. Надеюсь, было информативно. Дальше уже расскажу по факту, что пригодилось, что нет. Ну, в принципе, я думаю, что у меня вещей вполне достаточно. И я думаю, что много чем я пользоваться там и не буду. Поживем, увидим. Всем пока!